Буэнос диас, амигас! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. И мы в солнечной Аргентине! Начинается новая глава в нашей жизни, а значит у меня на канале стартует новая серия видеовлогов из Аргентины. Мы с Кристиной любим путешествовать, и у нас всегда была цель пожить в разных странах. Мы уже жили 4 года в Америке, 4 года в Санкт-Петербурге, и теперь решили переехать в Аргентину. Почему Аргентина? Ну, во-первых, это безвизовый режим для россиян. То есть здесь можно находиться до 90 дней и еще продлить внутри страны визу до 180 дней. Во-вторых, это роды в Аргентине. То есть при рождении ребенок получает аргентинское гражданство, а родители вид на жительство. После чего могут тоже подать на аргентинское гражданство. Ну и самое главное, конечно, это аргентинский паспорт, который дает безвизовый режим 170 стран мира. Плюс, помимо всего, в Аргентине бесплатное образование и медицина. Ну, а платные не такие уж и дорогие, в отличие от той же Америки, например. Итак, обо всем расскажу в следующих видео. А в этом видео мы добираемся до Аргентины, поэтому отматываем на двое суток назад. И я расскажу о всем пути, как сюда добраться и какие трудности у нас были. Приятного просмотра! Это просто жесть, друзья, потому что собираться вот так вот впритык день в день вообще не стоит, куда бы вы ни ехали. Тем более, если вы переезжаете в другую страну, то это вообще жесть. Выезд в Москву через три часа у нас просто бардак. Надо полностью убрать квартиру. Сейчас здесь убирается клининг. На полках вообще еще стоят наши вещи, рамки с фотографиями. Я уже не говорю про те вещи, которые мы еще не сложили. Он еще даже на холодильнике, видите, все висит. Надо для новых жильцов подготовить квартиру, сделать все красиво. Чисто, не люблю, когда грязно. И по-свински все. Надеюсь, успею. Ты что, беременна на восьмом месяце? Руки трясутся. Что, двадцать? Ты не роди тут. Все, уже успели, хорош. Да нет, все нормально. Экстримно. Нормально. Критезаловый ребенок. Это вообще сошлись все звезды, которые только могут быть. Мы собирались несколько дней. У Кристины было горе на днях. И ей нужно было там закончить некоторые дела в Петербурге. И мы за несколько дней, буквально за два дня до, вообще занимались не сбором вещами, а другими делами. Вот, которые никак нельзя было отложить. И мы просто собирались весь день. До часу ночи мы собирались. Притык к нам приходил клининг, помогал убираться. К нам приходили друзья. Даша, спасибо тебе большое, приходила, помогала собирать вещи. И мы впритык просто в час укладываемся, вызываем такси, на которые можно ездить с собакой. Плюс у нас три здоровенных чемодана. Один, вон там второй, здесь третий. И у нас клетка здоровенная, которая больше по размерам, чем чемодан. Собака. То есть еще три-четыре вот как бы сумки с собой. Беременная жена. На секундочку, на восьмом месяце, да, беременности. В итоге такси, которое должно приехать и забрать нас всех с вещами и собакой, может приехать только через полчаса. Напомню, уже примерно час ночи поезд отходит вдвай. Естественно, мы решаем вызывать просто два такси и ехать на разных машинах с Кристиной. Я сажаю Кристину, загружаю некоторые чемоданы. Таксист нормальный говорит, поможет. Все, отправляю. Сразу вызываю следом второе такси, загружаю сюда чемоданами, собачьей клеткой, всем остальным, что у меня осталось. И мы выезжаем следом, буквально через 10 минут едем, и случается просто жесть. И нам остается примерно до вокзала 20 минут. То есть мы уже, в общем-то, на середине пути. Как мне раздается звонок, я беру трубку, Кристина говорит, что у них не работает с таксистом навигаторы. Просто не работает ничего. Она не могла мне дозвониться. У них не работает связь. Не работает ни Яндекс.Навигатор один. Не работает ни Гугл, ничего другого не работает. То есть они просто не понимают, где они. Попался такой таксист. Спасибо вам большое за помощь в итоге. Но он не знал города сам, как доехать до Ладожского вокзала. Мы едем, короче, как бы все нормально. Таксисты идут и навигаторы. Я понимаю, что можно и не знать дорогу, да. Но как бы можно сориентироваться. Дело в том, что навигатор нас вывел куда-то вообще непонятно куда. То есть мы не поняли даже, кем мы оказались. Мы пытались понять, я смотрю по странам, вокруг какие-то гаражи непонятные, вообще там заводы. В итоге вот мы выехали, и потом уже как бы стало понятно, где мы поняли, что мы где-то еще на гражданке. Это просто жесть. У меня паника. Я понимаю, что ты уже почти приехал, скоро поезд. Это 20 минут до поезда, и вам ехать 20 минут там было примерно. И навигаторы не работают, я не могу ничего скачать. У меня не работает, у него не работает. Я для тебя не могла сначала дозвониться. Они в итоге оказались позади меня в самом начале пути. Я доехал, и мы созвонили с Кристиной, и она уже боялась бросить трубку, потому что в следующий раз можно было опять не дозвониться. И я им по картам сверял, говорил, куда ехать, пока у них снова не заработал навигатор. На связи мы с тобой вышли, ты говоришь, типа, там, гоните, а он все равно едет таком, как бы он быстро едет, но он останавливается на всех светофоров. И я просто, я говорю, блин, как бы все, вообще не вариант. Я говорю, смотрите, типа, кое-другой там пересесть, я говорю, нам не вариант, надо сейчас успеть, давайте попробуем успеть, и все. Вот, и потом, когда он просто видит уже, что я все, я уже сижу, держусь там, фу, он уже подумал, я сейчас ржу его. Ну ты могла? Он просто начал гнать 120, мне уже стало, это уже как бы страшно, потому что ночь, дождь. Я побежал на поезд, чтобы как-то его задержать, а они приехали через буквально 10-15 минут, то есть таксист просто гнал, как не в себя. Просто он в руки просто два чемодана, на себя сумку, и мне там маленький пакетик дал. Мы заходим, она видит собак, я даже не видела эту женщину, не знаю, где она сидела на пункте досмотра, она мне орет, намордник у собаки есть, я говорю, да, есть, девушка, я опаздываю, напоюсь, намордник одевайся. Это просто самое главное, ночь, никого толком нету, 2 часа ночи на вокзале, ты никому не мешаешь. У вас собака Байцовского, это вот вся херня началась, одеваете намордники, говорю, девушка, я опаздываю, напоюсь, 5-5 минут, поезд все отходит, говорю, я беременна на 8-м месте, я вам точно сражу, я уже начинаю чуть-чуть, ну, как бы, не плакать. А ты плакала, я слышала, да? Ну, я специально так взяла, голову, сексерская игра. Вот, они остановили эту ленту, вещи не едут. Почему остановили? Ну, потому что, типа, намордник надеваете, они не пропускают, вот, и все. И в итоге мужчина уже увидел, что, как бы, я стою, просто все, я на взводе. Сказала, я говорю, только что муж проходил, да, у него клетка, намордник в клетке, говорит, в чемоданах, я ничего сейчас не найду, вот. В итоге вот он пропустил, но он такой, типа, что вы делаете, зачем вы покупаете такую породу собак, типа, она бойцовская, зачем вы так себе по такому риску подругаете? Вообще, кто, кто эти люди? Посмотрите на эту собаку-убийцу. Я бегу, я опаздываю, я пытаюсь ему на походу сказать, что это добрейшая, милейшая собака, официальная кинологическая служба, или что там, ну, вот, как бы, да, кто это все устанавливает? Нет такого понятия, как бойцовская порода. Бойцовая, бойцовская, кто как называет. Такого понятия не существует. Таксист просто нам сказал, что нам нужно просто читать молитвы и замаливать все сейчас себе грехи, и нас этот город просто не хочет отпускать, видимо. И как бы дальше чего не случилось, реально даже становится немного страшно. Как вы думали, что могло произойти еще, когда мы уже приехали в Москву, очень много времени до самолета в Аргентину, мы вышли из вагона и насрала птичка. Прямо на ручку птичка насрала. Сразу понятно, что мы в Москве. В Питере к нам подошел какой-нибудь чувак с красными глазами, накуренный, а здесь просто чувак подошел под чем-то, его все штырило жестко. Все, он был нормальный. Но он был незамедленный, ускоренный. Слышь, алло, алло, я все понимаю, можно полежать чуть-чуть, успокоиться? Сделали мы справки собаке, и теперь только осталось дождаться вылета. Он через сколько? Через 10 часов. Ладно, уже 9. Короче, порядок действий провоза собаку через границу в другие страны. Три действия. В трех местах вам надо побывать. Вначале вы приезжаете в обычную ветклинику на вашем районе и делаете все нужные прививки. Убедитесь в том, что прививки сделаны более чем за 20 дней до вылета, потому что у собаки будет действовать карантин и ее не выпустят. Поэтому прививки надо делать заранее. В идеале за месяц до вылета, либо раньше. Если вы сделали прививки более чем за год до вылета, то их снова нужно делать повторно. Это прививка от бешенства. И также нужно перед отлетом... И также перед отлетом надо обработать от блох и глистов. После этого не более чем за 5 дней вы едете на специальную ветстанцию государственную. То есть это необычные ветклиники этого не делают. И делаете там специальную справку о том, что у вас сделаны все прививки, и куда вы летите. После этого вы приезжаете в нужный вам аэропорт и уже с этой справкой, ветеринарным паспортом собаки и своим паспортом подходите на ветконтроль. Проходите на ветконтроль, очереди, как правило, нету. Мы сейчас были одни. И в течение 15 минут вам делают международный сертификат для вылетов. Собственно, все. На этом все. То есть сначала ветклиника прививки, потом... Да будь ты, еб твою мать, здорово. Не всегда 15 минут. Мы прозоранее приехали, нам повезут. Не важно. В общем, три действия. Для начала это вет... Блядь, я уже сбил станок. Учихаешь, блядь. Как паровоз. Три действия. Сначала прививки в ветеринарной клинике, потом ветстанция, справка, и потом справка международная в самом аэропорту. На этом все. Те же самые действия, даже если у вас просто транзит. Например, мы ехали на поезде из Санкт-Петербурга в Калининград и не выходили в европейскую зону в Литве, но ехали по Литве и на границе показывали все эти справки. Если честно, у нас не спрашивали, но они все должны быть у вас. Вот. С Америки мы везли плюс-минус таким же способом, но там было все чуть-чуть сложнее. А в этом расскажу в отдельном ролике об Америке, поэтому подписывайтесь, следите за обновлениями. Условия для провоза собак в самолет везде одинаковые. До 8 килограммов можно с собой в самолет и больше 8 килограммов нужно давать в багажное отделение, специально отапливаемое багажное отделение. Не все самолеты провозят собак, естественно, не у всех есть такое отделение, поэтому это надо заранее уточнять у авиаперевозки. И у вас должна быть специальная клетка, вот такая у нас сейчас сложена, чтобы не занимало много места. Перед отлетом мы ее соберем, скрепим хомутами строительными, железными болтами, и туда собака, собственно, заходит. У нас там лежанка, которая была у нее дома. Желательно заранее приучить к этой клетке, то есть покормить там в ней, чтобы она поспала в ней, например, положить туда ее место, и тогда собаке будет не так стрессово переносить перелет. Даша, на труды. Хватит? Саль, ням-ням. Ням-ням. Ну-ка сидеть. Нельзя, никто еще не разрешал. Сидеть. Можно. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы. Как вам это? Просто мы собрали все, что может быть. Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя эвакуационные выходы. Дреклубер, тем не терпи. Жизнь, ты начнешь с реакцией. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Всем немедленно покинуть здание, используя... Вот это все люди, что есть на эфиопской авиалинии с Москвы до Аргентины через Эфиопию, Адизабеба. Вот, как бы так приходится. Приходится вот так вот на скамейке. Какого хрена построили, нигде никакой зеленой зоны нет. Все, пока-пока. Все, спать поняла? Домики, домик охраняешь. Веди себя хорошо. Все, пока. Давай, увидимся скоро. Пара-пара-пам. Пам. Еще когда-нибудь принимали душ в Аэроторту. Сейчас премиум душик. Выдали полотенца. Всякий старчик. Все это по Тинькофф премиум. Бесплатно. Шведский стол. Зоны отдыха. И душевая кабина. Душик, душик, душик. Блядь, горячий нет. Холодненькая, холодненькая. Проверяем пампинг. Все на месте. Вот так вот бизнес-зал, друзья, в Тинькоффе, да? В холодной воде приходится мыться. Значит, лайфхак, как получить бизнес-зал. Подключайте Тинькофф премиум. Первый месяц бесплатно. Если у вас его не было, подключайте на месяц. Делайте себе медицинскую страховку в путешествии. Можете оформить возвратные билеты. И потом бесплатно их сдать полностью, чтобы вам все деньги вернулись, если в страну, в которую вы влетаете, нужны возвратные билеты. Вот. Оформляйте за первый месяц бесплатно Тинькофф премиум. И по этому пропуску идете в бизнес-зал. У вас есть два прохода в один месяц. Ну и, в принципе, вы можете оплатить подписку Тинькофф премиум всего на один месяц. Это 2000 рублей. И, например, если у вас запланировано какое-то путешествие, взять себе бесплатно страховку себе и оформить ее уже до пяти человек. Посетить бизнес-зал в аэропорту на двоих человек. Либо себе на два бизнес-зала в разных аэропортах. И, если надо, взять обратные билеты с отменой. Кристина, зачем тебе чулки? Мы будем играть в ролевые игры. Ммм, майн. Нормальная бутылка у тебя? Смотрите, это просто два литра. Это вам не победа. Вода нужна? Нет, спасибо. Губят людей не пиво, губят людей вода, поэтому... Я даже не могу. Такое. Все, мне больше ничего не надо. Пошли домой лететь. наши первые наблюдения у них есть свет потому что везде есть лампы и много коньков горит по городу ну и кристина заметила что город построен не из палок а вполне современный город то есть это не трущобы вот поэтому все довольно современно поэтому кристина хлопает этому событию короче вот тут он досмотра контроля мы узнали что можно получить собаку на трансфере между москвой в буэнос-айресом в адизабиба в экиопии сейчас я у кристины беру таблетку успокоительное для собаки потому что последний полет был 8 часов последующие 16 часов вот перехвачу у него здесь на пути досмотра потому что она уже прошла дальше таблетку иду с офицером багажное отделение в какой-то специально для собак отдают там гуляю с собакой снова закрываю в клетке отдаю успокоительное которые хватит еще на следующие 8-10 часов фу надеюсь прокате вот вы проходите вот оттуда и не проходите на сразу на трансферный контроль идите вот сюда если хотите получить свою собаку вот это customer service все по моему можно получить идем за собакой за своим девочка все спокойно спокойно сейчас выпустим спокойно погуляем все поил собаку дала и таблетку для сна успокоительные еще одна которая хватит часов на 10 вот она конечно была очень такая возбужденная прыгала отбилась пыталась открыть потому что давно уже проспалась не понимал где она находится но все сделали спасибо работникам аэропорта короче оказались на самолете с адизабиба с эфиопии до аргентины у нас будет заправка в бразилии полтора часа в сан паулу и соответственно летят много бразильцев полный самолет и из-за этого в принципе не на сайте изначально предупреждали могут изменить самолет на другой там большой наверное более вот и здесь то ли нет наших мест то ли я не знаю в порядке очереди места меняли места но то и когда мы подошли к стойке уже места наши были заняты хотя я покупал платил за дорогие места первые самые у окна вот в итоге нас посадили тоже с большой с большой эре перед ногами но посередине ну и куда-то в середину самолета в общем то здесь тоже норм но такой неприятный осадочек остался что они просто меняют так места при том что самолет уже начал двигаться ехать на взлетную еще очень много пассажиров ходила для найти себе место не знали куда багаж закинуть потому что все было переполнено сверху вот в итоге мы отнесли свой багаж вообще бизнес класс короче получается сейчас хотим узнавать в итоге опыт какой что если такое происходит вы видите на стойке регистрации когда уже заходите самолет перед тем как зайти в самолет что вам поменяли место она буквально выкинула наш билет перед нами положил его на стойку взяла какой-то другой со стойки который тоже там на передних местах но уже не дала нам как бы потому что наши были уже заняты но опять же другой самолет по другому расположение мест больше видимо людей купила билеты надо было как-то располагать кто-то вперед нас пролез и на наши сел те же люди которые купили перед ними и соответственно там просто стойте ругайтесь ждите пройдут все вы останетесь одни без вас самолет не улетит но я уверен что в итоге вам дадут просто бизнес план и все и вы будете сидеть на бизнес классе нахер дать вперед не надо если вам дали не те билеты просто не заходите вперед не торопитесь решайте этот вопрос и в итоге вам дадут либо ваше место либо место лучше можно ждать не могу зато у нас есть носочки вообще бизнес классы бизнес классы здесь тут почему не взять потому что бизнес класс стоит 400 тысяч при том что эконом вот эти обычные стоят порядка 90 тысяч рублей и передние места можно купить за 10 тысяч человек но бизнес классы распродают перед вылетом и там можно даже сделать свою ставку и если их эта ставка устроит если места не будут распроданы дороже они вам ее продадут там из серии начинает ставка от 800 долларов 2 часа осталось до Сан-Паула и уже не разместил алкогольные напитки сказали вина больше нет ну вы же русские надо плылить бразилии Сан-Паулу сели те кто летел до сюда вышли мы ждем до заправки а мы ждем до заправки полтора часа в Сан-Паулу чтобы полететь дальше в Аргентину на дизнафи показала себя Смотрите, значит, для всех ходили такие слухи, что вот эта вот очередь на выход из аэропорта, да, для обычных людей. Здесь мы стоим, маленькую очередь для тех, кого есть собаки, еще одна есть для беременных, инвалидов. И там, соответственно, людей вообще нет, можно быстро пройти. Кто-то говорил, что беременным лучше туда не вставать, якобы будут больше допрашивать. И идти в обычную очередь. Там тоже есть шанс, что как бы будут докапываться, но не так. На самом деле, все фигня, как по мне. Сейчас мы, конечно, еще это проверим, потому что паспорт на картовале уже пройден, миграционная служба пройдена, уже штампы в паспорте стоят. И здесь просто по большому счету проверяют там багаж. На границе все, что спросили, это насколько приехали и попросили адрес проживания просто показать. Не проверяли никакие бронирования, обратные билеты и так далее. У жены не проверяли никакие документы. По беременности, но это все индивидуально. Мы читали о многих случаях, когда очень часто долго допрашивали и проверяли все-все документы у беременных женщин. И обратные билеты, и не просто номер бронирования, а именно обратные купленные билеты, чтобы это были. Короче, заплатили за собаку 23 доллара. Получилось на объезде в Аргентину. Надо подходить в местный банк. И это вообще, конечно, умора. У них деньги просто там в каких-то квадратных ящиках красных стоят на столе. Он достал, там куда-то сходил большие, принес, достал маленькие оттуда. Просто на столе, знаете, такой похожий на прошлый век. И вот часть отдал долларами, и часть отдал в песо в аргентинских. Если кто не знает, то в Аргентине два курса доллара. Официальный в банках невыгодный. И все меняют где-то по черному курсу. В общем, прошли дальше таможню. Да, на самом деле там никакого контроля уже дальше нет. И если вы прошли основную миграционную службу, вам поставили штамп в паспорте, то далее уже нигде вас никто еще не будет допрашивать. И это просто идет очередь для беременных, чтобы вам не было плохо в очереди, в длинной. Да, и вы могли пройти быстрее. Вы просто ставите там свои, свой багаж. Его сканят, смотрят, что внутри, и все, вы проходите дальше. Никаких вопросов ни у кого нет вообще. Значит, какой план дальше? Вообще, если вы на букинге бронируете отель, там есть, кстати, отели с бесплатной отменой и с возвратом билета. Вот, и без предоплаты. То есть не нужна русская карта, вы просто можете забронировать, что вы якобы будете, если даже вы не приедете, у вас нигде ничего не спишется. Вот, и то же самое. Но нам сразу предлагается трансфер. То есть вы можете заказать трансфер из аэропорта, указать все данные, когда вы прилетаете, вас будет ждать нужная машина. Вот. Но во всех русских чатах в Аргентине, да и, в принципе, наверное, уже так сделано во всем мире, есть, естественно, русские, которые этим занимаются и возят, помогают, трансфер. То есть мы написали в такой русский чат, и нам откликнулся мужчина, приедет на нужной машине, мы ему указали, сколько багажа, и за 40 долларов надо доставить до нужного адреса. Плюс он также привозит две симки аргентинские, которые уже пополнены аргентинскими песо с интернетом. Ну, для старта вот такого пакета до этого достаточно. И может даже вам разменять на месте уже ваши доллары по более выгодному курсу. И едем в отель, который забронировали заранее на букинге. Точнее, не отель, а апартаменты, целую квартиру. Здесь, в принципе, не очень выгодно бронировать отели, зато на Airbnb или на букинге есть очень много классных квартир, однокомнатных, двухкомнатных, которые стоят дешевле даже, чем отели. Вот для чего это делается. Есть много предложений для съема квартир на долгий срок, но чтобы их выбрать и снять уже на долгий срок, надо сначала заселиться в какой-то отельчик, и потом походить, посмотреть уже на месте, какие квартиры лучше, и уже заселяться в ту, которая понравится. Сняли квартиру на букинге, сейчас посмотрим, как в нее можно попасть с вами с хозяйкой. Когда заходишь, здесь такие ячейки, срываем. Мы не заранее скинули номер, выбираем и забираем плечи. Так, есть, залетаем. Что такое? Да можно так делать? Сверху. Это кто сделал? Аргентина. Ага. Продолжение следует... Ага. Субтитры подогнал «Симон»